13.08 в Кирове на 101.fm начинается программа «Особое мнение». Меня зовут Юлия Афанасьева, напротив меня главный редактор журнала «Товар. Деньги. Товар» Николай Голиков. Николай, добрый день. Добрый день, Юля. Добрый день, уважаемые слушатели. Всем-всем-всем добрый день и всем приятного аппетита. Ну, я думаю, что... Хочу, Юля, сразу взять немножко инициативу с Великой и, во-первых, поздравить, Юля, тебя и всех слушателей, с тем, что в наш город наконец-то пришла календарная весна. Сегодня просыпается Кикимора. Вообще, ну, новости прекрасные, да? Пробуждение Кикиморы только чего стоит. Новости просто изумительные. Люди на улицах с улыбками. Очень жаль, что те, кто будут это смотреть на видео, не увидят, как прекрасно сегодня выглядит Юля. Ну, все соответствует совершенно дате. Первое марта. Вот вы знаете, Николай, я когда готовилась к эфиру, я даже не знала, что сегодня обсуждать, потому что на глаза мне лезли новости про котиков на час. Такая услуга появилась в нашем городе о том, что парты в школах стояли неправильно всю жизнь. Это Голодец заявил на российском форуме. Юль, вот давай насчет парты в школах. Да, я слышал, что говорила Голодец. И тема-то ведь, на самом деле, интересная. Только она, как всегда, решается у нас почему-то с другого конца. Там ведь в чем была аргументация у министра, да? Что так как учитель всегда впереди, а все сидят перед ним, то это как бы не развивает у детишек... Лидерские качества. Лидерские качества и способность к проектному мышлению, да? Хотя, на самом деле, получается так, что все наоборот. Тут надо не про детишек говорить. Вот когда детишки увидят, что взрослые дяденьки способны заниматься вот именно проектной деятельностью, да? Тогда им самим захочется этим заниматься. А вот того, что вот, как там басня-то у Крылова была, а вы, друзья, как, не садитесь, все в проектанты, не годитесь, понимаете? От того, как мы будем сажать детей, если мы сами, взрослые люди, не покажем, что это такое, да? Как это делается, как у нас появляются лидеры, как мы реализуем проекты, да? То, как их не сажай, ничего не изменится, потому что, понимать-то, они будут одно и то же самое. Они будут смотреть на взрослый мир и делать так же, как делаем мы. Хотя сама по себе идея того, что вот эти мысли надо прививать детям с детства, да? А кто им прививать-то будет? А кто у нас вообще знакомцы хотят? Так нет, наверное, вопрос в том, что их нужно, да, прививать, как вы сказали, другим способом, а не... Конечно, а методом пересадки будет то же самое. Да, просто, ну хорошо, сядем мы кружком, да, сядем кружком, поговорим, сядем редком, поговорим лотком, как раньше говорили, да? От этого здесь ничего не изменится. То есть, все равно, как всегда, надо искать первопричину. Но, первая причина в том, что пока те люди, которые руководят и на муниципальном уровне, на региональном, и на федеральном в том числе, насчет проектов, насчет пространства развития пока еще крайне слабы. И дети тут точно ни в чем не виноваты. Вы знаете, я когда вчера увидела эти сюжеты по центральным каналам, я подумала, что уже началось весеннее обострение. Это какая-то просто шутка, прикол такой. Ну, отчасти, я думаю, оно все-таки началось, потому что, ну, как бы, когда одновременно в эфире появляются вот эти котики на час, да, парты надо переставить, там, что-то еще, ну, все равно весна, да, без этого не бывает. В интернете очень много, конечно же, едких комментариев о том, что делать нам больше нечего. Кроме этого, проблем в российском образовании нет и так далее и тому подобное. Ну, вот, я немножко о другом хотела спросить. Понятно, это такой информационный вброс, который все обсуждают, над которым все, там, смеются, глумятся, там, только ленивые. Главное, чтобы руки были заняты у людей, люди что-то делают, что-то делают, отвлекаются на всякую вот такую чепуху, да. Ну, а за главным особо не следят, и хорошо. Есть нам о чем поговорить. Вот, 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 и я об этом же хотела сказать, что намеренно ведь отвлекают внимание людей, да? Ну, такого рода вбросы, мне кажется, происходят обычно, да, намеренно. То есть, находится какая-то такая тема, которая вызывает явную такую реакцию бурную со всех сторон, да, то есть, как бы, ну, мы же об этом говорим, уже с тобой сколько? Уже пять минут говорим об этом, да? Четыре. Четыре, вот. То есть, это, конечно, делается так, и, то есть, отвлекается внимание от чего-то другого. Все, в принципе, нормально. У нас, все наши медиа работают сейчас центрально по этому принципу. И в такие периоды нужно особенно внимательно следить за новостной повесткой. Чаще всего та самая повестка, о которой нам не надо бы знать, она там не появляется. То есть, мы просто о ней не следим. А нам есть чем заняться, нам есть, что перекереть, есть о чем поспорить. Ну, вот, это все Сочинский форум, да, Голодец именно там это заявила. Я думаю, что мы к нему еще вернемся, потому что Медведев говорил на Сочинском форуме про поддержку региональных бюджетов. И, насколько я понимаю, несколько новых материалов в журнале «Товар. Деньги. Товар», который выйдет вот буквально уже, ушел в типографию. Да, он еще не совсем ушел в типографию, он на пути туда, мы закончили работу вчера над ним. Вот, да, он выйдет 5 марта, там будет, конечно, несколько интересных. Также посвящены спасению региональных бюджетов. Не только спасению региональных бюджетов, нет, мы как бы не спасательный отряд все-таки. Там есть определенное мнение и специалистов, и довольно-таки известных людей о том, что делать и куда двигаться. Ну, давайте проанонсируем немного. Нет, ну, во-первых, номер откроется в прекрасном совершенно интервью председателя нашей контрольно-счетной палаты Юрия Лаптева, который вот именно на основе тех материалов, которые контрольно-счетная палата в течение года прорабатывала, дает вполне такую интересную картину того, что на самом деле происходит, и что нам делать, и где наши ресурсы. Это вот особенно интересная часть нашей с ним беседы, мне показалось. То есть, как бы, есть расхожее, условно говоря, мнение, да, вот, что есть какая-то палочка-выручалочка, которая вот, если мы правильно все сделаем, она нас спасет. В данном случае все говорят про лес. Да? Так. Хотя, вот, судя по тому, что напечатано уже в нашем журнале, подсчетов-то по лесу нет никаких. Нет, нет цифр. Никому неизвестно, что мы получим. Никому. Никто не считал точно. Вот наши действия, там, по упорядочению этого лесного бизнеса, к чему они приведут? Да? Какие это будут цифры? Стоят ли эти цифры тех затрат, которые сейчас... Ну, тех усилий, да? То есть, условно говоря, пока мы идем на обум, как всегда, то есть мы понимаем, что есть какое-то легкое решение, как будто бы, да, вот мы на эту кнопочку нажмем, и наш кораблик взлетит. А такой кнопочки на самом деле нет. То есть, фактически, если подумать, вот, то есть, проанализировать то, что говорит Юрий Николаевич, да, получается, что единственным пока реальным ресурсом, который есть в области, это как раз вот те самые средства из федерального центра, о которых мы уже упомянули, да, то есть те же дотации на выравнивание с бюджетной обеспеченностью, те же субсидии, те же субвенции на исполнение каких-то вот полномочий, которые нам передаются из федерального центра. И что на самом деле... А расскажите про наш госдолг? Ну, а что говорить про наш госдолг? Госдолг, нам всем известен, он составляет, насколько я помню, порядка 27 миллиардов рублей, там я не буду уже мелочиться миллионов, считать, может быть, 26 с чем-то миллиарда. Дело не в том. Дело в том, что этот госдолг, интересная история с тем, как он возник. То есть, опять же, есть расхожее мнение такое, да, что... И оно, кстати, вот даже как-то звучит на достаточно высоком уровне, что вот предыдущее правительство своими бездумными действиями, да, загнало область сумасшедшие долги. Я не особо любил предыдущее правительство, не считал их сильно профессиональными ребятами, да, и об этом всегда говорил, собственно говоря. Но когда начинаешь вникать в суть вопроса, да, и опять же, вспоминая беседу с Юрием Николаевичем, смотришь на бумаги, смотришь на цифры, в том числе смотришь на результаты проверки, сделанная, которая проводилась в области контрольно-счетной палаты Российской Федерации, где черным по белому написано, что вот этот долг, который возник у Кировской области, он обусловлен именно решениями федеральной власти. То есть Кировская область не могла не брать эти долги, не могла не залезать в эти долги, потому что там, условно говоря, изменилась система формирования дорожного фонда. То есть те акцизы там, которые, часть акцизов топливных чего-то, которые поступали в бюджет, не будут себя окрашены в такой же цвет, они стали целевым давлением отправляться в дорожный фонд. Это 7 миллиардов рублей за три года. Там, условно говоря, изменение системы страхования обязательного медицинского. 9 миллиардов за три года. Там передача каких-то полномочий по школам, по образовательным учреждениям, на уровень, с муниципального, на уровне, властной, там, 2-3 миллиарда. И вот когда эту огромную табличку смотришь, и в сумме смотришь циферку, да вот столько мы и взяли. Вот столько мы и взяли. Никто не брал ничего лишнего. Но вот эти вот вещи, которые нам диктовали сверху, надо было как-то реализовать. А указы президента, если не ошибаюсь, тоже, да, мои указы, тоже я сейчас цифру не скажу, к сожалению, у меня с собой нет. Но это порядка 7-9 миллиардов рублей где-то вот в этом районе, которые нужно было потратить за три года. Извините, а где они? Вот. Поэтому, как бы, вот если говорить о долге, да, и, конечно, это не самое хорошее, что у нас есть, этот долг. Но, с другой стороны, у нас он, по крайней мере, пока находится на уровне собственных доходов. А есть регионы, там порядка 14 регионов, где он уже далеко перешликнул за эту плану. И тоже по той же самой причине. То есть мы еще не сами плохие. Вот я предлагаю эту тему продолжить после перерыва. Это особое мнение Николая Голикова. Говорим мы сейчас про заглавный материал нового номера журнала «Товар, деньги, товар» и про государственный долг Кировской области. Вернемся буквально через минуту. Мы возвращаемся в эфир. Это особое мнение Николая Голикова, главного редактора журнала «Товар, деньги, товар», нашего постоянного эксперта. Итак, мы говорим про заглавный материал нового номера журнала «Товар, деньги, товар». Это интервью с руководителем КСП Юрием Лаптевым. Я практически пересказываю слова Юрия Николаевича. Я надеюсь, что я точно это делаю. И он меня не пожурит потом, что я что-то приврал. Но если говорить о дальнейшем, как бы мы сейчас в программе поговорили, то есть за счет чего эти долги могут закрываться. То есть только на самом деле, и как верно, кстати, говорит Игорь Владимирович Васильев, только за счет собственных ресурсов. Потому что закрывать долги перед федеральным центром, за счет федерального центра, это игра бесконечная, она не может продолжаться долго. Бесконечно продолжаться не может. То есть нужны какие-то собственные ресурсы. Вот здесь возникает самый большой вопрос. Где деньги? Да, потому что я уже сказал, что насчет леса есть большое сомнение не только, условно говоря, по итогам каких-то проверок, а просто у людей, которые с этим лесом работают, и которые знают реальную ситуацию, что там, собственно, растет, и сколько это должно стоить, стоит ли это 500 рублей, или может быть все-таки 70, да, по качеству этой древесины. Есть огромное сомнение у людей. Есть надежда на то, что наша налоговая инспекция ударно поработает, как она поработала в этом году. Но, судя по всему, это был самый удачный год для налоговой инспекции. А ударно поработает, вы сейчас имеете в виду, да насчитает всем НДС? Всем все, что можно, да насчитает всех, на что можно, оштрафует. Но, по-моему, все, что уже можно было сделать, было сделано в этом году. И такого вот добора денег за счет налогов ожидать явно не приходится. Значит, то, что может нам дать федеральный центр, но еще раз говорю, деньги федерального центра не могут пойти на закрытие долгов перед федеральным центром. Так ведь? Это, безусловно, хорошие деньги. Ну, надо что-то свое иметь, что-то свое получить. Что касается того, что у нас есть. Ну, вот опять же, с точки зрения вот той же контрольной счетной платы, там как бы есть два ресурса. Первый ресурс – это, безусловно, расходование грамотное того, что есть. И причем не только в плане каких-то ограничений, год и дотации, а просто в плане прохождения бюджетных денег через все наши этажи. Потому что там суммы неэффективного использования исчисляются сотнями миллионов. Понимаешь? То есть деньги расходуются неэффективно, они не приносят того эффекта, ради которого были вложены. Это сотни миллионов. Это уже серьезный разговор вполне. Это там не три миллиона каких-то вещей, это сотни миллионов. Если вот эту работу все-таки отладить в режиме того, чтобы деньги тратились максимально эффективно, это будет очень большой плюс к бюджету. И второе, о чем говорит Юрий Николаевич, то, что у нас есть еще такие неналоговые доходы бюджета. Это доходы, которые государства и муниципалитеты получают от того же своего имущества, например. От каких-то штрафных санкций. Ну, много есть таких вот путей всяких. Ну, те же там справочки, там вот эти платные иногда бывают все. И что здесь тоже очень странная картина. Судя по тому анализу, который проводили в КСП, там же всегда плановое хозяйство. Мы планируем на этот год, скажем, условно говоря, получить вот столько-то неналоговых доходов. Ну, давай, условно говоря, там 40 миллионов мы хотим получить. Вот план. А в итоге, когда год проходит, оказывается, что получили либо 3, либо 800 миллионов. То есть сама система вот того, как происходит это планирование, она абсолютно непонятна. То есть такое ощущение, что откуда ветер подул, откуда лампочка заспечила. Вы сейчас не видите, Николая, я вижу. И потом, да. Вот. Поэтому, как бы, вот с этим нужно заниматься. Во-первых, с планированием, во-вторых, так сказать, собственно говоря, с анализом, наличие вот этих ресурсов, которые могут быть, это тоже может дать довольно-таки много денег. Но в любом случае, совершенно, как бы, правильно было сказано, что все должно происходить в комплексе. Нет ничего такого, чтобы нас спасло. То есть нет такой программы «Вятский лен», которая, значит, возьмет и спасет всю область. Нет ее. То есть надо работать по всем направлениям. Но вот, судя по тем цифрам, которые светятся по эффективности и по неналоговым доходам, все гораздо более реально, чем по лесу. Ну вот, смотрите, как спасать региональные бюджеты, обсуждали и на Сочинском форуме в том числе. Это и выравнивание бюджетной обеспеченности, то, о чем вы говорите, и зачисление прироста налога на прибыль из той его части, которую регионы перечисляют в федеральный бюджет. Ну вот, интересно, опять же, хочу вернуться к тому, о чем пишете вы. Ваша статья про человека обезлюживания. Сразу поясню. Человека обезлюживания – это слово «крокодил» такое жуткое совершенно. Я его впервые увидел в своем военкомате в районном. Там наглядная агитация висит на стенках, да? Ну, там наши действия в случае ядерного взрыва, например. И одно из последствий ядерного взрыва там описано вот этим словом «человека обезлюживания». Мне так потрясло просто, что я не мог его не использовать. Ну и, собственно, вот из вашей статьи получается, что пока у нас низкая плотность населения в регионе, ничего нас не спасет. Это на самом деле так, потому что проблема, на самом деле, мне кажется, самая актуальная на сегодня и гораздо более актуальная, чем наведение порядка в лесу, борьба с пьянством или разрешение наших долговых обязательств. Потому что она, во-первых, сейчас высасывает из бюджета огромные деньги, а, во-вторых, практически лишает нас возможности эти деньги из федерального центра получать в будущем. Объясню почему. Ну, почему сейчас идут излишние расходы, это всем понятно. То есть у нас очень много территориально удаленных, разрозненных населенных пунктов, малонаселенных, которые, тем не менее, да, так как там живут такие же люди, как и мы, должны обеспечивать соответствующей инфраструктурой, школами, ну, либо школьным автобусом, дорогами, больницами, домами культуры, с ЖКХ-объектами, да, и на это все уходят очень большие деньги, да, вот именно за счет того, что все это малоэксплуатируемо, да, то есть, условно говоря, там строится котельная, но этой котельной стоит два дома. Во-первых, это, безусловно, повышает стоимость, которую люди не способны платить. Во-вторых, это затраты большие, а окупаемость очень долгая и невыгодная. Кроме того, вот за счет того, что область такая большая, вот разреженная, да, во многих районах просто нет рабочих мест, мы это знаем, да, условно говоря. И вот если брать статистику муниципальную, я по некоторым районам знаю, что, условно говоря, 840 человек живут, скажем, в сельском поселении, да, трудоспособны. Из них ровно 420 работают за пределами области, потому что здесь работы нет, все вот эти учреждения социальные уже заняты, где еще можно что-то устроиться, бизнеса нет и не будет, потому что никто в этот район не хочет вкладываться, там нет перспективы. Соответственно, они работают за пределами области. Картинка возникает простая совершенно, то есть человек живет, скажем, в пижанском районе, да, живет в пижанском районе, работает в Мариэлл, НДФЛ платит в Мариэлл, совершенно верно, а лечится в пижанском районе, да, то есть тем самым он в бюджет денег не докладывает, а из бюджета деньги берет, которые как бы сам же и не обеспечивает. Эта ситуация есть практически во всех наших крайних районах, не только вообще, вот на вахте-то работает вообще бы очень много людей в области. И, соответственно, для нас это ущерб, потому что мы недополучаем вот эти вот налоги. Чем это грозит в будущем? Дело в том, что вот в январе этого года, я вас говорил как-то об этом в студии, Путин подписал приказ, указ, указ, да, вот, об утверждении новых основ государственной политики в области регионального развития. И в этом указе, в этом указе, точнее в этих основах, четко прописано, какие именно территории будут рассчитывать, смогут рассчитывать на деньги федерального центра, когда это вот эти основы политики, эта политика начнет реализовываться, да, то есть сейчас пока еще объявлены основы, но так как они объявлены, реализовываются в год в соответствии с ними. И малонаселенные территории с неясными перспективами экономического развития от этих денег будут отсечены практически на 100%. Ну, то есть регионы? Даже не регионы, просто там, понимаешь, там даже речь идет не о регионах, речь идет о территориях. То есть там уже рассматривается принцип именно пространственного развития, то есть границы там как бы не учитываются. Берется некая территория, на которой может быть реализован некий проект. В этот проект будут вкладываться деньги, причем под очень жесткие условия, то есть должны быть достигнуты все необходимые показатели, иначе деньги надо возвращать. Вот что самое страшное. И, кстати, хотел бы сказать, что вот те деньги, которые мы сейчас получаем из федерального бюджета, они тоже уже даются под подписание соглашения, да, под определенные прогнозные показатели, которые должны быть достигнуты, и если эти показатели будут не достигнуты, эти деньги тоже придется возвращать. Вот последние все крупные поступления из Москвы, они обусловлены такими соглашениями. Соответственно, надо что-то делать, потому что и сейчас мы тратим, я не знаю, сколько это вот именно вот из-за этого тратится, но я думаю, что это тоже порядка сотен миллионов, может быть, даже и несколько миллиардов за счет того, что эта область очень велика. Но вот смотри, что такое плотность населения? Да, вот чисто арифметически. Это берется площадь территории, берется число людей. Число людей делится на территорию, получается, сколько-то человек на квадратный километр. Километр. Соответственно, по правилам математики, это дробь. Чтобы увеличить значение дроби, нужно либо увеличить числитель, либо уменьшить знаменатель. Увеличить числитель, численность населения. Можно двумя способами. Ну, Юрий, мне даже стыдно. У вас и так трое детей, да? Четверо. Ой, простите. Я не намерен останавливаться. Значит, во-первых, это, да, повышать, добиваться естественного прироста населения. Он добивает... Ну, дальше углубляться не будем. Но дело в том, что, как мы понимаем, нам это не светит в силу, опять же, тех же причин. Потому что в отсутствии перспективы у большинства населения. Второе, это миграционный прирост. Запомнили, есть вариант, позвать нам много-много мигрантов. Есть два варианта уменьшить знаменатель. Первый, о кроме всегда говорю, уменьшить Кировскую область. Раздать вот эти вот... У нас же петух, год петуха, ножки обрезать, хвостик обрезать, головку обрезать. Получится компактный регион, площадь небольшая, люди все живут плотно и хорошо, мы получаем федеральные деньги. Есть еще один вариант, который тоже рассматривался не на примере Кировской области, на примере России. Это создание ненаселенных зон внутри области. Если мы просто берем такие вот, вырезаем куски, где никто не живет. Там только ходят лесники и проверяют, чтобы лес рос правильно. А лет через 50 там можно будет прийти и зарабатывать деньги. А людей-то чего? А людей надо переселять, переселять, конечно. И вот надо посчитать просто вот эти затраты на переселение и те деньги, которые мы сейчас тратим на их обслуживание, насколько они соотносимы. И у меня такое ощущение, что это может быть не самый плохой путь. Ну, видишь сама, если только говоришь о том, что мы... Причем почему-то все сразу начинают с Вятских полян. Почему-то вот думают, что надо сразу отдать Вятские поляны, да? Нет, мне кажется, Вятские поляны не надо отдавать. Ну, их очень хотят. Это хороший район, теплый, понимаешь. Хорошо, там все растет, кукуруза растет. Все начинают говорить, нет, нет, ни пиадии родной земли не отдадим. Второй вариант, миграция. Как у нас любят мигрантов, ведь к нам приедут люди не из Германии и не из Испании. К нам приедут люди из Средней Азии, в лучшем случае из Китая. Какое у нас отношение к этим людям, да? Вот как мы тут не пропагандируем друг по народу, оно не очень хорошее. И вариант третий, создание ненаселенных зон. Я помню, когда Никита Юрьевич Белых говорил о том, что мы сохраним там один из районов, а остальное как бы так будем слегка. Это какая была волна возмущения. То есть все третьи решения непопулярны, а естественный прирост населения недостижим. Поэтому либо мы принимаем одно из этих трех решений, непопулярные. Для этого нужна только воля. Только воля, потому что все будут против. Нужна воля. Ну, либо в отношении нас уже как области применят четвертое решение. И решат все наши проблемы, в том числе и ликвидируют наши учетные ламушки в области. Головная боль Москве не нужна. В этих же основах указывается, что главная цель вот этой всей политики в итоге, чтобы все люди в России имели равную обеспеченность, равный доступ ко всем вещам. Чтобы число благ на каждого жителя Москвы и, скажем, еврейской основной области было одинаковым. Но для этого нужно сгруппировать вот это население правильно, чтобы все были удобны, чтобы бюджет тратил как можно меньше денег. И вот такого рода территории по нашей концепции не пришлось. Ну вот, Николай, нам нужно сейчас прерваться. Ну вот мы во второй части программы вернемся к этому вопросу. Есть у меня к вам пара ремарок по этому поводу. Это особое мнение Николая Голикова. Уходим на рекламу и через пару минут вернемся. Итак, мы возвращаемся в эфир. Это особое мнение Николая Голикова. Меня все так же зовут Юлия Афанасьева. Вот, Николай, все то, о чем вы говорите и пишете, непопулярные меры. Непопулярные. Это звучит все вроде как логично, но в 2018 году в стране выборы президента, этой осенью у нас выборы губернатора, которого также назначил этот же самый президент, нелогично. Непопулярные меры до выборов. Принимать предвыборный год? Да, это нелогично. Но ведь если так считать, Юлия, у нас практически каждый год какой-нибудь выборный, да? Потому что, смотри, 17-й год, губернатор, 18-й президент, потом и Госдума не за горами, потом опять губернатор, всего лишь 5 лет пройдет. Когда же делами-то заниматься? Нет, ну хорошо, но все-таки выборы президента в нашей стране главные. Это же все равно некая хирургическая операция, которая без боли пройти не может, да? Хоть как там усыпляй, не усыпляй человек, все равно это болезненная вещь для организма и тяжелая. Когда-то это делать надо. И вот эта самая вот тема, что вот есть непопулярные меры, которые, давай-ка мы их отложим, и вот политика превыше экономики. Если у нас политика будет превыше экономики, у нас никогда не будет экономики. А куда мы принимаем экономические решения, исходя из каких-то неэкономических соображений, да? Идеологических там, политических, неважно. Мы ничего хорошего не добудем. Я сколько раз говорил, и сейчас говорю, буду говорить, вот наша программа, которая сейчас мало говорят, про развитие туризма, да? Туризм должен стать бизнесом, говорят. Ага, хорошо, бизнесом. А куда уходят деньги на развитие туризма? Мы дорожки ремонтируем для Великорецкого крестного хода. Что мы с этого хода имеем? Что область как вот развивающая бизнес этого хода? Ничего. Слушайте, ну насколько я понимаю, на Великорецкий крестный ход приезжают со всей страны паломники. Да, но эти паломники живут в палатках, они ничего не приносят ни нашему гостиничному бизнесу, ни нашему ресторанному бизнесу. Они покупают. Ну а церковь, да, прекрасно продает им маечки, футболочки, там сумочки, все, что нужно, да? Прекрасно, как на любом таком мероприятии. Мы говорим, значит, развиваем, начинаем с село Рябово развивать, да? Вкладываем туда безумные деньги, мы что не понимаем, что туда никто не поедет, вот это Рябово. То есть это идеология, мы считаем, что вот это наша гордость, да? Ну, ребята, мы говорим про экономику, а не про гордость. Мы говорим про развитие экономики, почему мы вкладываем деньги, исходя из каких-то совершенно других побуждений. Это программа «Покупай Вятское», сколько о ней можно говорить? Даже голимая дурешка населения, это опять же какая-то идеологическая норма, что вот мы будем покупать Вятское, а будем жить хорошо. Мы будем жить еще хуже, если будем покупать Вятское. Но вот вы знаете, Николай... Эта идеология, она почему-то идет вперед экономики. Нет, нет, ну подождите, вот если я там хожу в местные торговые сети, если я покупаю продукцию кировских товаропроизводителей, я оставляю деньги в своем регионе, потому что эта сеть заплатит налоги здесь, там кировские товаропроизводители заплатят налоги здесь. Вы будете смеяться, но лично я покупаю некоторые продукты только потому, что они произведены нашими производителями. За счет этой программы наши производители решают свои проблемы, за счет населения именно, потому что продукция кировских производителей, если посмотреть данные на дороже, аналогичная продукция из Мориэл, например, или из Мордовии. Мы переплачиваем деньги, чтобы наши предприятия продолжали оставаться неэффективными, потому что их соседи работают эффективно и продукцию делают дешевле. А мы таким образом поощряем неэффективное производство, понимаешь? Мы таким образом делаем медвежью услугу нашим же производителям. Ну, хорошо, загнется наше кировское производство, кому хорошо от этого? Оно никогда не загнется. У него сменится хозяин, если они будут плохо работать. Если в конце концов вложат какие-то бабки, инвестируют, а может быть просто воровать меньше станет, понимаешь? Ну, просто зарплатку себе чуть-чуть уменьшат. Вот вопрос у меня к вам от наших слушателей, которые нам активно пишут. В правительство, Николай, вы не хотите? В журнале писать несложно. Пусть идет в правительство, там Кировских мало и Михаила Шевелева с собой приходит. А как зовут его, кто задал этот вопрос? По имени? Вячеслав. Вячеслав, в журнале писать несложно, тогда вот давайте приходите к нам в журнал, пишите. Ай, Николай, подождите. Ну как? Мне, во-первых, обидно, в журнале писать довольно-таки сложно, да? Это раз. Во-вторых, вот, нет, я без обиды говорю, без какого-то наезда, ну что, Юль, просто мне, ну, досадно, ну как так? Меня вот тоже почему-то всегда считают, что я балду бью на работе. Ну давайте на сути вопроса сосредоточимся. На сути вопроса. Почему вы до сих пор здесь, а не в доме напротив? Так этот вопрос ведь не мне надо задавать, а тем, кто в доме напротив. Да, ведь не приходят устраиваться на работу, как вот в ЖКХ сторожем, да? То есть если кто-то им нужен, они его позовут. То есть им нужны те люди, которые у них, они работают с ними, это все. Это выбор просто. Хорошо, представьте, вас завтра позовут, вы пойдете? Ну, опять, меня не позовут, Юль. Николай. А во-вторых, как бы я же как-то здесь об этом говорил, что в принципе-то я работаю на правительстве, потому что я понимаю так, что цель у нас одинаковая. Мы хотим жить в хорошей, благоустроенной, уютной области, да? Цель у нас одинаковая, то есть мы работаем в одной упряжке. А если позовут, я пойду. Почему нет? Это будет прекрасный новый вызов. Я еще не так стар, чтобы не принимать новые вызовы. Ну, вы еще детей собираетесь рожать? Да, безусловно, их же еще и кормить надо. Рожать-то я их не смогу, а вот кормить-то мне их придется. Хорошо, спасибо за ответ. Так, о чем бы нам еще с вами поговорить? Ну, вы там что-то говорили уже такое, забавное было, звучало там по поводу бюджетной обеспеченности, потому что мы вернемся к этому вопросу. А, забавное по поводу бюджетной обеспеченности? Конечно. Хорошо. Что там у нас Медведев говорил на форуме в Сочи? Ну, я, собственно, Медведева-то уже процитировала на тему федерального. Нет, ну здесь, смотрите, насчет бюджетной обеспеченности. Дело в том, что в последнее время как поддерживались регионы из федерального центра, да? То есть была такая система расчета вот этих дотаций, в которой учитывался налоговый потенциал региона, а с другой стороны как бы его обязательства учитывались, да? То есть то, что бюджет в принципе может дать за год, и в принципе то, что он должен потратить. Ну вот смотрите, как показывает практика, опять же, вот из той же беседы с Юрием Николаевичем Лаптевым, да, получается как? Ну вот когда-то давно, там может быть в 11-м, 12-м, не знаю, 13-м году, химкомбинат дал, показал хороший налог на прибыль, там условно порядка двух миллиардов, да? Все хорошо, никто не против. Потом вот сейчас налоги стали меньше, да? Вот в этом году 136 миллионов он заплатил, ну в предыдущем году. Но машина расчета бюджетной обеспеченности вот этой вот, да, вот, дотации, она основывается на предыдущих данных годовых, на средних предыдущих годовых данных. Поэтому, когда рассчитывают дотацию для Кировской области, предположим, берут вот тот период... Они считают, что в Кировской области есть Уралхим, у него офигенный, совершенно, значит, потенциал по налогу на прибыль. И режут нам миллиард в виде вот этой вот дотации. После чего возникает вопрос, а нам нужно вообще разобрать производство? Потому что чем больше у нас получается предприятие платит налог на прибыль, тем меньше мы получаем самую дотацию. Так? Это же неправильно. Во-вторых, как бы судьба тех регионов, которые достигли единички, показатели единички, да? Там единичка, 0,007, да? Вот у них эта вот обеспеченность возникла, они как будто бы достигли ее. Им сразу дотация резко обрубается, и они говорят, а зачем мы тогда? Зачем мы тогда повышали свои доходы, если нам вот в этот момент, мы там буквально эту единичку перешли на 0,007, и нам ноль. Выгоднее получается быть неразвитым и бедным, вот с этой точки зрения. Поэтому та система, о которой я говорил, когда будет... Так, значит, у Кировской области вообще все будет хорошо? Нет, все так хорошо не будет, потому что выше определенного уровня нам это бюджет не обеспечить. Там, смотрите, какая система. Она каждый год идет в расчет, каждый год от единицы нам считают некий процент, да? Нам всем добавляют денег, соответственно, мы всякий раз идем отстоящее. Это как вот собака бежит за палочкой с мясом, да? Мы никогда это мясо не догоним. Или как в этой древнегреческой опоре, как там кто-то бежит за черепахой. Ахилл за черепахой бежит, никогда ее догонять не может. Мы точно так же в предыдущей системе единицы никогда не достигнем. Потому что нам, чтобы ее достичь, нужно делать что-то у себя. Так? Нужно там реально какое-то производство построить, которое будет давать большой налог на прибыль и платить его не в Кипр, а именно в нашу казну, да? Поэтому. А если мы будем эти предприятия создавать при этой системе, и они начнут как Уралхим платить по 2 миллиарда, то нам начнут с 3 миллиарда от этой дотации. То есть тут система замкнутая. Нас просто поддерживают на определенном уровне. Вот, знаете, Николай, тут есть интересный момент про налоги. Тоже активно обсуждали налоги и страховые взносы. Хотят уменьшить страховые взносы, но увеличить налог НДС. Читали об этом? Я слышал, там, по-моему, называется формула 21 на 21, да? 21 на 21, увеличить НДС до 21 процента, но снизить ставку страховых взносов с 30, опять же, до 21. Понимаешь, какая система? Насколько мы говорили с тобой про пересадку школьников в классе, да? Что вы, друзья, как не садитесь, или еще проще? От перестановки мест слагаемых сумма, впрочем, не меняется. Я думаю, что если такая система принята, во-первых, государство получит все равно некий убыток, потому что страховые взносы резко уменьшатся. И, соответственно, раз этот убыток оно получит, оно решит его чем-то всему закрывать, потому что других источников, кроме, опять же, налоговых, у нас пока особо нет. И вот эта вот пертурбация, она не очень ясная, непонятная, и у меня такое ощущение, что она ничего не изменит. Потому что есть же простые решения, можно просто отменить НДС. Понимаешь? Нельзя просто отменить НДС. Кто сказал, что нельзя? Тогда у нас бюджет недополучит какие-нибудь огромные миллиарды денег. И нам опять будут рассказывать о том, что в бюджете денег не хватает, поэтому, ребята, давайте там МДСУ увеличим. Этот путешествующий налог, он вовсе не обязательный, он никогда не был обязателен. Его можно было вводить, можно было не вводить. То же самое, как был в своеме налог с продаж. То есть есть решение более кардинальное, то, что с бюджетной системой что-то делать надо, это безусловно. Но вот такого рода решения, они очень загадочные, непонятные, и непонятно, что из этого получится. Потому что вот если, опять же, Кудрин, по-моему, обсуждал эту тему, он сказал, что мы получим порядка 700 миллиардов, да, минусом. А я вам сейчас скажу, 500-600 миллиардов недополученных доходов бюджета. Которые должны каким-то образом закрываться, да? Да. То есть мы получаем ответ, то есть мы получим еще что-то где-то в каком-то пункте измерения, которое эти деньги должны возместить обратно. Так, а зачем тогда вот эта вот вся дискуссия о процентах? Да, все идет, на самом деле речь идет о том, что денег есть ограниченное ровное количество. И речь идет о том, что они должны быть перераспределены в итоге так, чтобы вот на... Между кем и кем? Между. Понимаешь, в итоге все бюджетные деньги, они работают на людей в первую очередь. То есть все эти деньги должны быть для того, чтобы люди нашей России, где бы они жили, получали, были как бы в одинаковом положении. Соответственно, речь идет не о том, сколько получит тот бюджет или тот, а о том, чтобы люди в итоге должны получить некое равное обеспечение. А вот это все лукавство, потому что здесь дележ денег между регионами и центром. Между какими регионами? Таким, как наш, где там 10 человек на квадратный километр, да? Или таким, как сегодня Нижегородская область, где там 20 человек на квадратный километр, где развитие есть экономическое и так далее. Как правильно возмутились наши соседи из Татарстана, говорят, а почему у нас отбирают 8 миллиардов, чтобы мы должны содержать Кировскую область? Это же несправедливо. Мы развиваемся, мы растем, мы добываем, мы перерабатываем. А там ходят какие-то мужики по улице, вот купьют, ничего не делают, а мы им передаем вот эти вот бабки, да? Это, видимо, у нас называется выравнивание бюджетной беспричности. Это выравнивание бюджетной беспричности. Николай, время у нас заканчивается, и, видимо, закончим мы тем же, с чего мы начали, а именно про квадратные классы и квадратные парты. У нас вообще сегодня нам очень активно пишут наши слушатели, спасибо большое. Цифрами мы закончим и сравним зарплату учителей в разных странах мира. О как! В старших классах школы. Это зарплата учителя в долларах в год. Например, страна Мексика 68 343, Германия 61 тысяча с копейками, США 42 тысяча с копейками. Далее идут Испания, Австралия, Нидерланды, Франция, Южная Корея, Англия, Япония, Греция. И только потом Россия 5724 долларов в год на одного учителя. Вот на этом мы и закончим, потому что как вокруг этого учителя будут сидеть дети? Нет, никакого значения. Совершенно без разницы. Спасибо вам, Николай, за ваше особое мнение. Это Николай Гориков, главный редактор журнала «Товар, деньги, товары», Юлия Афанасьева. Всего доброго. Спасибо.